Книжное знание Собственно, назначение немецкого мастера главным художником императрицы – это и есть его главная характеристика. Императрица в 1741 году – 32 года. Она в самом расцвете женской красоты. Гроуту 25. Его искусство так соответствует духу времени, что очень скоро ему поручаются все живописные и декорационные работы при дворе. Таланты мастера были наследством. Его отец – придворный художник вюртембергского герцога. Современник Якоб фон Штеллен писал о нем «Христов Гроут, обладавший не очень выгодной внешностью, был невысокий, немного горбатый и кривоногий, прозван «Маленький Гроут». Обладал особой силой в писании портретов и в колорите, а также в изображении пышных одежд. Сегодня известны около 30 портретов его кисти. Костюмированный маскарадный портрет императрицы с маской в руке очень хорошо передает саму суть времени. Игра, переодевание, скрытые мотивы деяний – перед нами и шифр, и метод дешифровки. Хорошо известно о непрестанных развлечениях, куртагах, бесконечных сменах платьев императрицы, но как-то мало вяжутся с ними работы Ломоносова и открытия Академии художеств, создание Московского университета и театр Федора Волкова. Некоторые из портретов попали в музей от самых известных ценителей искусства. «Это портрет великого князя Петра Федоровича из собрания Русского музея, куда он поступил в 1910 году от Сергея Павловича Дягилева. Прошло уже более ста лет, и я думаю, что за это время он практически не реставрировался, делались только какие-то небольшие поновления. И в основном портил его вид в желтый старый лак, многослойный. И задача реставратора была снять эти наслоения и открыть зрителям красоту авторской живописи». Ценители начала XX века отмечали Грота как обладателя необычайно тонкой и нежной кисти. Племянник императрицы, великий князь Петр Федорович, будущий несчастный Петр III – одна из самых известных моделей времени. Фигура драматичная и сложная, но на портрете середины XVIII века предстает во всем блеске и изяществе галанта, как это свойственно парадному изображению стиля рококо. Для современного зрителя живопись XVIII – это темные пожелтевшие полотна. Так где же те краски, которые специалисты видели еще сто лет назад, когда писали? Живопись Грота нежная и тонкая, тающая и прозрачная. Краски зеленые, серые, розовые, приятные и радостно сочетающиеся между собой. На картине был очень сильно пожелтевший лак, потому что лак – это смола, она со временем желтеет и портит колорит картины. И под слоем лака еще находились многочисленные загрязнения в факторе живописи. Это все очень изменяло колорит картины, и задачей реставратора было открыть подлинную авторскую живопись, что и было сделано. И сейчас картина находится в процессе живописной реставрации, делаются тонировки на местах утрат, и на выставку она предстанет вот уже в таком виде. Великая княгиня Екатерина Алексеевна сначала невеста, а затем и жена Петра Федоровича, будущая императрица Екатерина II – еще одна известная модель времени. Ее жизнь раскрывается в портретах самым непостижимым образом. Меняется образ, усложняются детали, иногда даже размеры портретов меняются в зависимости от назначения. Сегодня работа реставратора – показать портрет таким, каким его видели современники и заказчики. То есть вернуть картине первозданный вид. Поэтому работа реставратора с картиной – долгий путь, схожий по методам с работой хирургов или травматологов, химиков-технологов, да и много еще каких специалистов. И в настоящий момент портрет ожидает консервационной реставрации по укреплению красочного слоя и укладке кракелюра. Затем будет произведена какая-то работа по работе с этими старыми вставочками, которые были сделаны по повреждениям прорывом. И, видимо, эти прорывы имели сильные утраты нитей холста, потому что сделаны вставки из другого холста, которые очень сильно отличаются и по высоте, и по зерну. И, в принципе, это было перегрунтовано и очень заметно даже под записью. Таких вставок несколько на портрете. И вот утраченный угол. Он еще не расчищен. Я решила его не расчищать, а просто откорректирую тонировкой это место. Кромки выполнены, я так думаю, в XIX веке. Выполнены уже достаточно профессионально. В отличие от этих мелких вставок, которые выполнены не совсем профессионально. Чаще всего картины попадали в реставрацию не к профессиональным художникам-реставраторам, а именно к художникам, которые, в принципе, знали, как написать, как заниматься понавлениями, тонировками. Это было трудно назвать то, что происходило с картинами, как их переписывали. В первой половине XIX века и в середине XIX века. И, скорее всего, профессиональные реставраторы в очень маленьком количестве появились в России только в конце XIX века. Это братья Сидоровы в Эрмитаже. Кстати, в Эрмитаже портрет и бытовал. Поэтому, скорее всего, эти надставки, возможно, тоже плод их труда. Возможно, не уверенно, потому что это могло произойти и с помощью других рук. Но сделаны эти надставки очень профессионально, пристыкованные. В хорошем уровне, подгрунтованные. И вот, когда я сняла записи, перекрывающие, кстати говоря, и очень большую часть фона, и справа, и слева, то вот обнажились вот эти вот подгрунтовочки по периметру стыков, которые нам уже четко показывают авторский формат этого произведения. А далее, после консервации, картина для консервации будет снята с подрамника. И будут сделаны новые кромочки у нее. Она дублирована, естественно, потому что такие надставки, такие вставки, они могут быть только при дублировании зафиксированы. Сейчас мы научились делать стык уже в конце 20 века и в 21 мы используем эти методики, но мы используем и другие адгезивы, которые позволяют это делать без подведения пластырей и больших дублировочных холстов. А в 19 веке это было невозможно. Поэтому, значит, картина дублирована. И на настоящий момент картина предстает перед нами в ее раскрытом состоянии, в состоянии, когда обнажены все ее внутренние проблемы, скажем так, и вся история ее жизни, ее изменений, ее косметических каких-то процедур, которые очень сильно повлияли, а также повлияли, конечно, и жизненные условия, которые нанесли повреждения и произошли какие-то утраты со временем. Это, безусловно, происходит с любым произведением. Происходило в 19 веке, в 18 веке, потому что это были бурные времена, и условия хранения, условия жизни даже во дворцах, они были экстремальны и по климату, и по всему. Поэтому картина будет закончена, реставрация будет закончена к выставке, к открытию, и предстанет перед зрителем ее в полноценном великолепии. Вы не увидите ни этих утрат, вы не увидите ни этих надставок. Все будет сделано по музейным правилам. Фрагмент фона со вставкой, поздней реставрационной вставкой в виде буквы Т, из двух фрагментов холста, и еще небольшая вставочка, которая лежит очень сильно ниже уровня авторской живописи, тоже более поздней. Я считаю, что они примерно одновременные, здесь еще одна есть выше, вокруг самого, пожалуй, наверное, проблематичного участка красочного слоя с очень сильными приподнятостями по кракелюру. И если присмотреться, то можно увидеть вот эти вот уголочки красочного слоя на стыках трещинок, которые прямо идут наверх. То же самое происходит и на реставрационном позднем грунте. Это грунт XIX века, вот этот рыжий грунт. И здесь еще есть другой грунт, который уже были утраты по одному реставрационному грунту, и вторая реставрация принесла туда свой цвет и свой реставрационный грунт. Тоже видно, насколько приподнимаются чешуйки, которые потрескались. И все это требует, естественно, консервации, приведения к какому-то одному уровню с авторским слоем, красочным слоем. Левый нижний угол авторского формата, мы видим границу холста по надставке, более поздней XIX века. И что интересно, живопись на этой надставке намного-намного темнее авторской серебристой живописи, потому что тонировка делалась к темному желтому изменившемуся лаку, который в настоящий момент удален. И мы видим, насколько темным был портрет до реставрации, и как он изменяется в процессе работы с ним. В настоящий момент я начинаю процесс укрепления красочного слоя укладки каркелюра. Производится он с помощью рыбьего клея осетровых пород, который сварен в специальной процентовке, с медом. И я его наношу кистью на красочный слой прямо, с тем, чтобы затем заклеить папиросной бумагой, и через нее будет производиться укрепление, с тем, чтобы клей зашел во все трещинки и приклеил, зафиксировал эти маленькие чешуйки красочного слоя, приподнятые на их правильные места, в ровном положении. Утюг очень тяжелый, он весит 3 с лишним килограмма, специально с тем, чтобы воздействовать на красочный слой, достаточно мягко, но при этом весомо, с тем, чтобы эти маленькие чешуйки уложились на свои места. Далее берем фрагмент папиросной бумаги и наносим его на клеевой участок. Излишнее количество клея, которое у нас вышло из-под бумаги, таким образом еще приглаживаем более тщательно. И затем накладываем сюда такой сэндвич. Это тоже фильтровальная бумага с проложенной в ней фторопластовой пленкой, для того, чтобы создать эффект легкого компресса. Влажный теплый клей должен более эффективно под давлением утюга заходить в трещины кракелюра. И вот таким образом происходит укрепление и укладка кракелюра красочного слоя. Иногда такая процедура требует повтора, иногда даже не два, а три раза. Настоящая картинка представляет нам технологический процесс, который проходит любая картина, находящаяся в процессе расчистки от лаковых слоев и от записей. Это свечение в ультрафиолетовых лучах, свечение лаковой пленки. Что показывает этот процесс? Во-первых, мы видим светлые пятна на поверхности живописи, светлые пятна такие, как на полях, светлые пятна на фоне. Это остатки лака, который недоудален. Во-вторых, мы видим эти остаточки лака разного цвета. Это желтоватый лак и лак более холодного, голубоватого свечения. Это говорит о том, что этих лаков здесь как минимум два. Более старый желтый светится, более новый, ближе к нам лак, он более голубоватый, холодный. Таким образом, мы можем сделать вывод, что вот этот участок, который больше всего пострадал, и который мы уже рассматривали со вставками и с записями, на нем еще в прежнем поколении реставрации были оставлены лаки, которые лежали на разрушенном красочном слое. Это очень необходимая такая процедура, контроль в ультрафиолетовых лучах, за утончением лаковой пленки, потому что это позволяет увидеть, какие участки у нас уже полностью расчищены. И мы их видим, это практически все платье, руки, декольте, лицо. Небольшой фрагмент лака остался в теневой части волос, но это нормально, потому что коричнево-чурные пигменты в тонких слоях, они очень нежные, и всегда предпочтительно оставить там небольшое количество лака с тем, чтобы не задеть авторские лисировки. И вот они вместе, наследники российского трона, спланированная Елизаветой Петровной царственная семья. Кавалер представляет даму, союз царственных особ обозначен легким касанием рук. Весь портрет, блеск виртуозно выписанных драгоценностей, роскошных тканей, золотого шитья и кружевных ангажантов. Ритуальная галантность. Живописец отдает все свое умение для передачи великолепного антуража. А как же сами модели? Каковы они? Петр и Екатерина – прекрасная в галантном, то есть светском понимании пара, но каждый прекрасен сам по себе. Они – актеры великолепного показа. За тонкими царственными чертами никто не увидит страстей. Светская любезность, изысканность жестов и поз, словно мы – зрители долгого минуэта. Стилевые особенности эпохи, живописные качества портретов напрямую зависят от технологий письма, особенностей красок, грунтов, качеств мазка. Музейные реставраторы так близко соприкасаются с фактурой живописи, что могут ставить под сомнение или наоборот – определять впервые авторство на основании одной только манеры письма. Или, проще сказать, почерка художника. Правила Грот использовал для своих картин двуслойные грунты масляные. Первый слой содержал охру, а верхний слой – серебристо-серый. И это определяло строй и колорит его произведений. Изображение тела, лица, рук выполнено в такой очень сглаженной манере. Мазок мелкий и сплавленный. А когда он изображает одежду, элементы декора, украшения, ордена или ткань, он становится более свободным, пастозным, виртуозно. Двигается кисть по поверхности холста. Каким же был стиль работы мастера? Что отличает его от знаменитых художников Петровского и послепетровского времени? Ярких мастеров эпохи барокко. Все стилевые деления истории искусства, они в той или иной мере условны, конечно. И безусловной проблемой является распространение в России стиля рококо-рококо. По существу, стиль обязан своим происхождением Франции. И связанным прежде всего с такими особенностями выразительности, основанными на сложном орнаментальном построении любой архитектурной и художественной композиции. И еще и с особыми способами такой выразительности на полутонах, на таком внутреннем движении, если хотите. В отличие от барокко, скажем, где куда более монументальное, скажем, столкновение массы и перемены настроений, у рококо все это как бы подспудно. Все где-то на уровне полутонов и легких движений кисти ли, резца ли, архитектурной ли фантазии и так далее, и так далее, и так далее. Живописи Гротовской прежде всего и декоративно-прикладном искусстве, вот эта тонкая орнаментальность, такой своеобразный изыск и утонченность, которая свойствует стилю рококо, получает значительно большее развитие. Вот поэтому, скажем, выставка, посвященная Елизаветинскому времени, это выставка, ежели говорить о традиционном стилевом удивлении, это выставка, посвященная эпохе русского рококо.